Здравствуйте, товарищи туристы и милитаристы! Сегодня у нас, как вы видите, вне всяких очередей Тарина от Sandrine Knives Невероятно мне самому интересно, что же у нас сегодня получится Почему? Потому что кухня... Кухня это не показатель, по сути Какая может быть кухня, каким может быть кухня показателем При полуторамиллиметровом клинке в толщину И, ну, худо-бедно какой-то там заточке То есть, по большому счету, нет Конечно же, основные вопросы к карбиду вольфрама Они у нас здесь, на улице Посыпется, не посыпется кромка И как вообще все это будет происходить? Проверяем заводскую заточку Обычно я этого не делаю Но здесь совершенно два ровных реза То есть, кромка у нас целая И поэтому интересно, что у нас будет потом Погнали наших городских, как говорится Слегка мне, не побоюсь этого слова Очково Сейчас я буду так отворачиваться немножко в сторонку Почему? Потому что, честно говорю, клиночек-то совсем уж тонкий Так, 10 миллиметров сизалевая веревка И продавливанием Опа! Совершенно спокойно Он ее продавливает, выдавливает Опять же, худо-бедно Смотрим, кому нужно Семью-десятью одним роквеллом там нарезать Какие-то абразивы Кому не нужно, кому нужно строгать, кому не нужно То есть, скажем так, как и DC-шный момент Этот нож уже себя в любом случае оправдал Вы знаете, веревочку он нарезает с каким-то... Я стараюсь именно делать вот в одно движение Таким именно продавливанием И веревочку он нарезает с каким-то хрустящим злым садизмом То есть, здесь по веревке вопросов нет вообще Он ее просто вот сгрыз По-другому не скажешь Так, дальше То есть, уже пока Уже пока интересно Так, первым делом мы построгаем с вами Эстонскую березоньку Чисто так для Затравки Возьмем какой-то небольшой Колышек, чисто именно для Для того, чтобы понять Ох ты, блин Надо аккуратно на самом деле Это делать Потому что Сейчас, когда у меня клинок просто пошел На такую невероятную какую-то кривую Его просто вот так вот Я подумал, что Это же на самом деле нужно учитывать Что это не мягкая сталь То есть, по большому счету Даже кухонникам Можно острогануть Там палочку какую-то И при этом Если она вот именно вот так вот пойдет В какой-то загиб, скажем так То кухонник, он просто Ну, клинок Элементарно Он именно прогнется И все И больше с ним ничего не случится А здесь 71 Rockwell Здесь Там какой бы результат теста У меня сегодня Не был по кромке Но именно 71 Rockwell Нужно обязательно учитывать При любом строгании При любой работе Именно с точки зрения На вот эти вот Выгибающие, изгибающие моменты То есть, нагрузку нужно Обязательно очень аккуратно давать Так, следующий Сказал заведующий Следующий у нас Будет норвежский дуб Так То есть, вот эти вот Вот эти вот движения Которые мне так нравятся Их нужно здесь Сводить к нулю То есть, здесь именно нужно Вести максимально Прямо Клинок Я это понимаю Потому что именно вот При всем, при том Что сам по себе Но что может Исключительно замечательно Там отработать Блин, строгает Он пипец, ребята Как будто какая-то Сука EDC Гарри Поттера Но вот Именно момент Выхода Ну вот Как вот Мне нравится Так вот Так раз Вот этот вот Закручивающий момент Его В данном случае Нужно полностью Исключать По той простой причине Что Ну я понимаю Что Даже если Нож покажет чудеса Чудес в плане физики Все равно не бывает Вы можете Клинок именно сломать Здесь дело Не в выкрашиваниях Каких-то Очень Очень Приятный Результат Очень Приятный Результат Я вам скажу То есть Здесь Действительно Здесь Действительно Аплаусы Здесь Действительно Аплодисменты Именно потому Насколько Легко Насколько Легко Клинок Идет Через Деревяшку Перед тем Как перейти На Тяжелые Деревяшки Делаем Контрольный Рез Вот Как Сквозь Сука Масло И я просто Боюсь Я реально Боюсь Сломать Нож Просто Так Отлично Это было Отлично Дуб Из Назарета Я могу Сказать Что Для кого-то Может быть Сейчас Это будет Не показателем Для меня Это Более Чем Показатель Я вот Эту Вот палочку Строгаю Уже Сколько Почти год Наверное Если не больше Не меньше Я уже не помню Когда она появилась Я все Одну ветку Не могу На тестах Расстрогать Одну Единственную Понимаете Настолько Твердая Деревяшка И здесь Начинаем Потихоньку Охренеть Вот Буквально Только Что У меня Я специально Первым номером Поставил Интрудера Замечательный Нож Для чего Я интрудера Поставил Для того Чтобы наколоть Именно Дровишек Себе На Фолдеры И вот Я могу Сказать Что Интрудер Гораздо Труднее Строгал Вот Этот Вот Самый Израильский Дуб Так Пытаемся Сейчас Сделать Невозможное А именно Аккуратно Выравниваем Здесь Разные Ножи Они Грубо говоря Вот Изменили Рельеф Этой Веточки Они Выкусили В разных Местах Разные Участки И вот Сейчас Пользуюсь Тем Насколько Легко Невероятно Легко Корбид Вольфрама Строгает Вот Эту Сложнейшую Деревяшку Я Просто Им Выравниваю Веточку Подготавливая Ее Для Мучения Следующих Бедолаг Вот То есть Я могу Сказать Что Здесь Строгание Засчитывается Сто Процентов Посмотрите Как Я ее Заравнял Просто Охренеть Можно Просто Охренеть Та 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 Эй Так Оливка Это Во мне Это Так Ну давай Оливку Тоже Уже Какой-нибудь Сложный Участочек Возьмем И Попробуем Здесь Вот Строгануть Тоже Немножко Здесь Это Это Пиздец Какой-то Вообще Он Режет Оливку Из Назарета Как будто Это Сука Какой-то Сосновый Брус Из Строительного Магазина Вот Такое Я вам могу сказать Что Безусловно У меня Эталонным Уличным Тестом Является Тест Сучка Отцов Но Такой работы По Именно Твердой Деревяшке У меня Не было Вообще Не было Чтобы Настолько Мягко Легко Клиночек Шел По Твердой Деревяшке Самшит Итальянцы Будут Смотреть Тест Подумают Что Это Я По-английски Ругнулся То же Самое Как будто Я Какой-то Просто Как будто Я Не знаю Я даже Не знаю Как это Назвать Как будто Я Какой-то Просто Ну Реально Локальную Какую-то Породу Мягкое Дерево Строгаю Во Дают Во Дают Итальянцы Ну Я Не знаю То Что Я Дальше Делаю Это Совершенно Бессмысленно При Такой Твердости И Толщине Но Я Уже Меня Уже Не Остановит Ребят Как Говорится Тестировать Тестировать Тогда До Конца И Делать Уже Свои Выводы Мне Сейчас Кроме Матов Мне Очень Тяжело Подбирать Слова Потому Что На самом Деле У Мне Невероятно Матерная Лексика В голове И Она Прям Восхищенная Потому Что Я Реально Вот Хорошо Что Если Сейчас Меня Смотрит Кто Нибудь С первого Раза Во первых У вас Есть Возможность Посмотреть Все остальные Уличные Тесты И Именно Посмотреть Вот эти Израильские Твердые Деревяшки Как Ножи Себя Ведут А Во вторых Те Кто Меня Смотрит Постоянно Вы же Знаете Насколько Здесь Просто Что То С чем То Так Я Конечно Же Стараюсь Сейчас Оказывать Минимальное Давление На Кончик И на Кромку Понимаю Насколько Это В принципе Вот Кокосинг Такого Ножа Это Просто Полный Дебилизм Но Но Бля Минимальное Не Получается Все равно Приходится Чуть Чуть Давить Иначе У нас Не Будет Результата Давайте Проявим Легкое Нетерпение Так Ну, заведнелась Конечно, я могу сказать, что Обычно это происходит дольше Но вот здесь Посмотрите, как Не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Иди нахер Со своим автоматом То есть, вот зеркало кромки Оно полностью сохранилось Видите, я поймал Не хотел сегодня показывать вам Своё опухшее от праздников лицо Но придётся Здесь требуются В любом случае некоторые пояснения Поэтому давайте я с вами поздороваюсь Вот это я сейчас поймал Блин Вспышку справа-слева То есть, я, ребят, понимаю Особенно именно те, кто Сейчас Те, кто меня смотрит Может быть, там Действительно, в первый раз И именно решил посмотреть тест Карбидо-Вольфрама Я знаю, как Можно сделать постановочный тест Я знаю, как можно Вот эти вот все Рубку гвоздей организовать И ничего ножу не будет Как иногда делают азиаты Которые там На лету могут Мухи ноги побрить ножом После этого рубят Там какие-то деревяшки Потом снова Это всё понятно Здесь Для меня То есть, я никому сейчас Не пытаюсь ничего доказать Для меня самое главное Было именно Удовлетворить Своё личное любопытство Что будет И я не скрываю Вот Самая сегодняшняя Наверное, вы заметили Отличительная черта Уличного теста В отличии от Каких-то других Я всё старался делать Очень аккуратно Я Не крутил рукой Я старался именно Контролировать Каждое своё движение Почему? Потому что я повторюсь Я понимаю Что здесь мне важно было понять Если вы Важно было понять Именно Будут ли сколы На кромке Посыпется ли кромка Потому что В любом случае Полтора Миллиметра Корбидовольфрама На 71 единицу Вы можете запросто Сломать В любой ситуации Просто потому что Это действительно Это тонкая И сверхтвёрдая Полоска материала Вот То есть Я думаю Я просто сейчас Не могу подобрать слова Почему? Потому что Я офигительно Доволен результатами теста Здесь Самое главное То есть Мне когда Если кто-то скажет Что вот Я там Попробовал И у меня посыпалось И так далее Я всегда могу сказать Вот посмотри Такой-то тест Здесь очень важно Если вы Этот нож Будете использовать В качестве EDC Очень важно Этим ножом Работать с умом То есть Минимально Какую-то голову Включать Если вы Именно Не будете Его Целенаправленно Ломать А будете Им резать Или даже Строгать Или даже Строгать Очень твёрдые Деревяшки Которые Действительно Дуб Меня сегодня Просто поразил Оливка Это просто Какой-то Пипец Был Вот Если вы Будете Строгать Этим ножом Какие-то Твёрдые Деревяшки Если вы Всё будете Делать Правильно То есть Вот Мне Илья Берзон Правильно Он именно Сказал Что Обязательно Делай Аккуратно То есть Обязательно Именно Делай Ровные Срезы Для того Чтобы Не сломать Сам по себе Клинок И Получается Что Сейчас Лично Для меня Вывод Очень простой Теперь Всё зависит От того Насколько Эта тема Пойдёт Дальше Насколько Её подхватят Или не подхватят Нажиманы Насколько Вот Тот же самый Сандрин Найфсон Сможет Раскрутиться Почему Потому что Можно сделать Какой-то Супер Ноу-хау За Причём Совершенно Нормальные Деньги То есть Безусловно Нож Не супер Дешёвый Вот Ну Даже Махры не Осталось Нож Не супер Дешёвый Но По своим Качествам Он в любом Случа Своих денег Стоит Это во-первых Во-вторых Я считаю Я сейчас Не призываю Никого покупать Но на мой взгляд Вот то что вы увидели Это должно быть интересно То есть если этот нож Сейчас появится В хотелках У кого-то А я ещё раз подсказываю Что если взять На 10 часов От Выборга Посмотреть на карту То там этот нож Стоит дешевле Чем на сайте Официальном Производителя Плюс конечно же Там наверное Меньше вопросов Будет Именно С пересыл При этом Производитель Я уверен Он останется доволен Если ножи будут покупать То здесь На мой взгляд Это вот просто Маст хев Именно по материалу Это вот Если у ножемана Там 10 15 20 ножей Это в любом случае Нужно брать Почему я это сейчас говорю Потому что Во-первых Мне Теперь Следующий этап Для меня Это получить Какую-то обратную связь Ребят Если у вас У кого-нибудь Будут ножи С Андриной Я очень прошу Где-то у нас Вконтакте Или в комментариях Под этим видео Или там В личке Или как угодно Расскажите пожалуйста О своем опыте Общения с этими ножами То есть Здесь В любом случае Я понимаю Что риск По сравнению С каким-нибудь Хорошо Давайте рассмотрим Другой вариант У вас Какой-нибудь EDC-шник С премиальным Порошком На Те же самые Ну предположим 63 Роквелла Здесь 71 Ну В любом случае Если вы встретите Где-то В каком-то Именно Обычном Поюзе Гвоздь Этим своим Порошком И вы получите Например Скол Вам в любом случае Придется его удалять Это в любом случае Будет не очень легко Правильно Здесь же мы получаем По сути Если вы Вот этот вот Легкий Тоненький Совершенно Незаметненький Ножичек А длинных Клинков Скорее всего Не будет Именно из-за того Что настолько Твердые Почему? Потому что Опять же Законы физики Никто не изменял Даешь людям 75 миллиметров Клинок Они режут Плюс-минус Там рассчитываешь Нагрузку Если у тебя Корбид Вольфрама И ты Даешь Например 10-сантиметровый Клинок То уже Здесь могут Возникнуть Вопросы Почему? Потому что Действительно Какая-то Грубая работа На излом Клинок Просто улетит В сторону Это всегда Нужно помнить Потому что Здесь Как бы Я прошу прощения За свою Многословность Вот И Я понимаю Что по сути У нас действительно Возможно Это Следующий шаг Это шаг В следующее Скажем EDC Пространство Ножевое Почему? Потому что По сути Если вы берете Этот нож И Там Не строгаете Израильскую Древесину Не Не пилите Канаты Там На километры И так далее А просто Вот там Упаковочки Не упаковочки Что-то там Подрезать Почистить С учетом того Что он Не ржавеет С учетом того Что Он Абсолютно Коррозийностойкий И вы Это можете Делать У себя В рыбацкой Лодке На яхте И так далее И так далее Там Где угодно В море Правильно Бля Так это Вечный нож Получается На самом деле То есть Когда-нибудь Здесь один Умник Мне написал В комментариях Там Довольно грубо Что даже Если у тебя 80 единиц Будет Ты все равно Его затопишь Безусловно Я понимаю Не надо здесь Хамить Я понимаю То есть Когда-нибудь Он у вас Затупится И здесь Нужно будет Что сделать Нужно будет Правильно Сделать Нужно будет Просто В интернете Найти Хорошего Заточника Авторитетного Заточника Договориться С ним Заплатить Ему денег Он вам Этот Корбид Вытачит Нормально И у вас Еще на ближайшие 100 лет EDC нож Есть Для тех Ребят Которые говорят Блин Нет Мне не интересно Потому что для меня Сам процесс Заточки Это очень Такой ламповый Фэншуйный момент Я люблю Точить ножи Поэтому Нафиг мне Не тупящийся нож Это я все понимаю Но в общем и целом На самом деле Я Парни Просто офигеть Как впечатлен Я очень сильно Впечатлен Потому что Я шел На Тест Опять же Понимая 71 единица 5-я 10-я Дубок Оливка Я думал Что все равно Будут Сколы То есть Я сейчас Как бы Приятно удивлен Поэтому столько Много Лишних слов Все Спасибо за просмотр Всего доброго То есть Я могу сказать Что я крайне Рекомендую Эту нож Эту вещь К приобретению Или в принципе Ножи Сандринайвс Хотя бы один В коллекцию Именно для того Чтобы понимать Что у тебя есть Вот такой вот Материал И для того Чтобы именно Самому попробовать Спасибо за просмотр Увидимся Парни Пока Субтитры сделал DimaTorzok